В эти минуты поступает реакция Минобороны на выступление Владимира Путина на открытии военно-морского парада в Петербурге. В военном ведомстве сообщили, что успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», а также первой подлодки носителя подводного аппарата «Посейдон». Уровень оснащенности нашего военного флота постоянно растет. В этом году в его состав будет принято 40 кораблей и судов различных классов. Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов. Чем меньше перспектив у страны, тем больше в ней торжествы и показной, выдуваемые из пузатых начищенных оркестровых труб гордости. Парады, шествия, салюты, заплывы кораблей, торжественные пролеты самолетов, воздвижение памятников в столицах и регионах, мундиры, блестящие пуговицы, печатный шаг, речи. Ордена, медали и звания падают дождем с кремлевских высот. Иной раз с долей забавного безумия. Накануне на морском параде в Питере везли мощи адмирала Ушакова. Местная восторженная газета «Фонтанка» назвала их дебютантом главного военно-морского парада. Мощи дебютант. Мощи адмирала Федора Ушакова доставили в Кронштадт. Ковчег сейчас находится в здании морского собора. Его привезли из Сан-Аксарского мужского монастыря Мордовии по случаю дня военно-морского флота. Мощи адмирала Федора Ушакова доставили в Кронштадт. Ковчег с останками прибыл в спецбортом из Мордовии. Особый рейс сегодня встречали в Петербурге. Ил-76 доставил в северную столицу из Мордовии ковчег с мощами святого праведного воина Федора Ушакова. Мощи адмирала Федора Ушакова доставили в Кронштадт. На катере главкома ВМФ рядом с ликом Андрея Первозванова их провезли вдоль военных кораблей, стоявших на рейде. Все корабли, которые примут участие в главном военно-морском параде в Петербурге, получили благословение одного из небесных покровителей российского флота. Мощи адмирала Федора Ушакова, который во время ратной карьеры не знал поражения, а после смерти был канонизирован, доставили из монастыря в Петербург для морского крестного хода. Но под этой парадной крышкой в стране булькает и закипает, а сама эта крышка начинает подрагивать, иной раз подпрыгивать. И по державным краям, и в столичном властном средоточии. Протестами, массовым недовольством, раздражением и, конечно, равнодушием к словам, делам, целям начальства. Разгульные нулевые, провальные десятые, теперь уже настали гниющие двадцатые. Ползут по ним танки, летят в голубом небе самолеты, плывут корабли, рассекая гордыми носами победные крымские фекалии. Субтитры создавал DimaTorzok